Итоги выходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Белесневич. Смотрите сейчас. Цифровое будущее в настоящем. В городе стартовал масштабный семинар. Можно через приложение, не выходя из дома, заказать себе столик в кафе. Чем примечателен Бобруск? Несовершеннолетний бизнес у подростка изъяли партию нелегальных вейпов. Внаружили около 1500 флаконов жидкости к электронным парогенераторам. Что грозит молодому человеку? Молчащая поэзия, детская школа изобразительных искусств, им не до марада ведет набор учащихся. Готовы отдавать и делиться своими знаниями и опытом. Куда обращаться? А также коллективная безопасность, косметический ремонт и добросовестный перевозчик. В Беларуси планируют создать единый реестр такси и маршруток. Какие включат сведения? Мир и только мир. Президент встретился с секретарями Советов безопасности стран ОДКБ. Накаленная военно-политическая обстановка в регионе лишь вершина айсберга, отметил Александр Лукашенко. Ведь в ее основе массированы планетарные гибридные воздействия на ключевые сферы общественной жизни. Экономическую, информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Глобальность этого конфликта связана еще и с тем, что поставки оружия в Украину лоббируются Вашингтоном не только для того, чтобы поставить на колени Россию. Этим же инструментом США пытаются ослабить страны Европейского Союза. 120 или 130 БМП за три дня. И самое страшное, более 2100 погибло украинцам. 2100. С этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат этого попытки контрнаступа. Ну, я об этом всегда говорил, что контрнаступ это большая дезинформация. Никакого контрнаступа в планете быть не может. А если? Ну, вот результат за три дня. И самое главное, четвертый, пятый день тишина. О чем это говорит? Вон, потерпели серьезное поражение. Сели и думают, а что делать дальше? Запад. Надо садиться за стол переговоров. Это позиция и российского президента, это белорусская позиция изначально была. Это я сто процентов знаю. Наверное, больше, чем кто-нибудь. Потому что часто общаемся с президентом России. Поэтому мир и только мир. Президент также анонсировал встречу с Владимиром Путиным и коснулся вопросов урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Александр Лукашенко подчеркнул, свои предложения на этот счет должны внести и секретари Советов безопасности стран ОДКБ. Ведь они не сторонние наблюдатели в этой ситуации. Амбиции через край. У подростка изъяли партию нелегальных вейпов. Установлено, что 17-летний могилевчанин купил электронные сигареты в России на общую сумму около 20 тысяч рублей. Молодой человек планировал продавать товар в Беларуси через интернет. Соответствующих документов и статуса ИП не было. В ходе осмотра одной из квартир обнаружили около 1500 флаконов жидкости к электронным парогенераторам. 10 устройств для курения и 30 упаков с комплектующими к ним. В отношении нарушителя составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 50 базовых величин. Здоровительная компания, резервные дни и косметический ремонт. Школа активно готовится к новому учебному году. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С вводом первого энергоблока БелАЭС выбросы парниковых газов сократились почти на 6 миллионов тонн. С момента его включения общая выработка энергии составила 15,5 миллиардов киловатт-часов. Это дало возможность заместить порядка 4 миллиардов кубометров природного газа и снизить зависимость республики от импортного углеводородного сырья. В Беларуси планируют создать единый реестр такси и маршруток. Проект указа вынесен на общественное обсуждение. В документ предлагается включить сведения о перевозчиках, транспортных средствах, водителях и диспетчерах. Тех, кто недобросовестно выполняет правила рынка, исключат из списка. Следовательно, их деятельность на территории страны будет запрещена. РИКС опубликовал результаты централизованных экзаменов, которые выпускники сдавали в резервные дни 23 и 25 мая. Тогда ЦЭЭ написали 218 человек. Три ученика получили максимальную оценку. Одну по математике и две по русскому языку. Баллы рассчитывались по методике, которая применяется на РТ. Школы активно готовят к новому учебному году. Косметический ремонт ведется повсеместно, от отдаленных сел до больших городов. Только в Могилевской области капитальные работы идут на 40 объектах. Паспорта готовности учреждения образования должны получить к августу. В Беларуси стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне провести каникулы с пользой смогут 377 тысяч детей. Из них почти половина в лагерях с круглосуточным пребыванием. Профили и направленности учреждений самые разные. От спортивно-патриотических до лингвистических и творческих. Государство выделило на эти цели более 64 миллионов рублей. Цифровая среда. В Бабруйске начал работу масштабный семинар. В фокусе внимания стратегия формирования умных устойчивых городов, повышения качества жизни населения и обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса. Подробности далее. Комфортная жизнь людей и современные условия для бизнеса. Семинар цифровое развитие административно-территориальных единиц собирает в Бабруйске более 100 человек. Руководители Могилевского областного городских районных исполкомов, организации отрасли связи здравоохранения образования ЖКХ. Участники форума знакомятся с новейшими техническими решениями, которые становятся неотъемлемой частью умного города. Приложение «Мой город» разработано как раз для того, чтобы помочь эффективно взаимодействовать с жителем и городской инфраструктуре. А именно, можно через приложение, не выходя из дома, заказать себе столик в кафе или доставку какого-то товара. Ключевой фактор этого приложения – это его интерактивные функции. То есть это не просто витрина, где информация каждой организации, а именно возможность вот этой онлайн-записи, онлайн-оплаты, онлайн-доставки. Национальная почтово-электронная система оцифровывает пересылку простых и заказных писем. 24 часа в сутки клиенты могут отправлять и получать свою корреспонденцию. Очень удобное для юридических лиц то же самое в любое удобное время. Почтовое отделение связи объекта закрыты. Заходим через электронную цифровую подпись и отправляем свою корреспонденцию. В Беларуси создана развитая национальная информационно-коммуникационная инфраструктура. Есть все условия для устойчивого развития и преодоления цифрового разрыва между городом и регионом. Современные электронные сервисы, средства печати и защиты сведений прочно вошли в нашу жизнь. По оценке Международного союза электросвязи, республика входит в топ-30, а по некоторым показателям, например, почтовому обслуживанию, 13-я строчка в мировом рейтинге. Мы вышли на этап развития, где цифровые технологии являются основополагающими для того, чтобы сделать более эффективным производство. И неважно, производство – это сельское хозяйство. Торговля, либо предоставление услуг, оно в каждой из этих отраслей все больше и больше становится такой определяющей ролью, которая дает возможность повысить конкурентную способность товара, который производится, либо услуги, которые мы оказываем. С 2021-го в республике начата реализация проекта будущего «Умные города Беларуси». Его поддержал глава государства. Главная цель – удобство жителей, комфорт для бизнеса и формирование условий для эффективного руководства. Бобруйск идет в ногу со временем. На 100% внедрена технология оптических сетей. Мы лидируем по охвату системы видеоконтроля в частном секторе. И первыми реализовали приложение «Мой город». Направление «Умный город» так или иначе, оно затрагивает все без исключения сферы жизнедеятельности человека. Внедряя отдельные элементы, мы должны соединять эти элементы в одну общую систему управления, нацеленную прежде всего для создания комфортных условий проживания наших граждан. Наша задача, как органов управления, не просто наблюдать за этими процессами, контролировать, управлять этими процессами. Цифровизация прочно вошла в сферы образования, здравоохранения, транспорта и ЖКХ. В школах города действуют электронный дневник и журнал. Внедрены безналичные платежи и карты учащихся. На базе центральной больницы функционирует единая региональная информационная система иммунопрофилактики, которая обеспечивает обмен данными между поликлиниками и стационарами. В медучреждениях выписываются электронные рецепты и многое другое. Предприятиями города, теплоэнергетики, горсвета, ЖРЭУ внедрена и выполнена система диспетчеризации центральных тепловых пунктов, шкафов управления, автоматической системы регулирования водоснабжения и отопления. Техника организации системы коммунального хозяйства общественного транспорта оборудована системами контроля за движением автомобилей «Азимут». В Бобруйске внедрена система диспетчеризации пассажирским транспортом. Частные микроавтобусы и автомобильные перевозчики двигаются под контролем. Действует компьютерная продажа билетов на автовокзале. Жители могут оплатить проезд в автобусах и троллейбусах с помощью смартфона. В общем, цифровое будущее уже давно реальность. Но нам есть к чему стремиться. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Поиск талантов. Детская школа изобразительных искусств имени Доморада ведет набор учащихся в первый класс. Принимаются ребята с 9 до 12. Записаться можно уже сейчас. Для этого родителям нужно прийти на социалистическую 124 и написать заявление. Вступительные экзамены пройдут в августе. Юные таланты должны представить рисунок в карандаше и живописную работу, выполненную акварелью или гуашью. У нас прекрасный штат преподавателей, высшей первой категории. Прекрасные люди, профессионалы своего дела, которые любят, не просто любят детей, а любят ту работу и то, чем мы занимаемся. Готовы отдавать и делиться своими знаниями и опытом. Художественное образование даст ребенку умение чувствовать красоту окружающего мира. Ребята освоят рисунок, живопись, композицию, скульптуру, керамику, познакомятся с историей искусства. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok